Здравствуйте, меня зовут Сергеев Алексей. Я являюсь членом жюри Международного фестиваля Golden Time of Talent. И сегодня я решил выложить небольшой видеоролик по тем работам, на которые я обратил особое внимание. Понравились мне и многие другие работы, но эти я решил отметить особо. Давайте начнем с детских работ. К детям я обычно отношусь даже, наверное, чуть строже, чем к взрослым в силу специфики своей профессии. Но мне понравилась одна очень-очень-очень сильная работа, я хочу ее отметить. Это работа Стернина и Ангелины. Здесь что-то такое светлое, молодое, жизнеутверждающее. Они взаимодействуют с чем-то мрачным, старым таким, достаточно негативным. Ну, во-первых, сама подача этой работы, само мировоззрение, то, что ребенок взялся за это. Это вот такой типичный детский дуализм, деление мира на черное и белое. Здесь выражены ярко, очень красиво и с точки зрения техники детского рисунка, и с точки зрения смысловой нагрузки. Замечательно. Думаю, этого ребенка ждет большое будущее. Думаю, сейчас мы можем перейти к оценке работ людей уже взрослых, сложившихся творчески. И позвольте мне представить работу Ванды Баумана. Чем она мне понравилась? Она мне понравилась техника исполнения. Это обычный натюрморт, но исполненный очень качественно. А так как мы преподаем в целом классическое искусство, то его и должны мы поддержать. Я думаю, что мой выбор и моя высокая оценка этой работе даны правильно. Работа достойная. Следующий я хотел бы оценить работы, две работы Юлии Зубиной. И это вообще замечательная работа. Это хорошее понимание цвета, хорошее понимание динамики пространства, хорошая техника исполнения. Художник прекрасно знает, что он хочет, как он хочет и какие действия он должен предпринять для того, чтобы достичь результата. Работа с пространством просто восхитительная. Особенно во второй работе, где работа со светом, с морем, она выдушевляет, она атмосферна. Также я обратил внимание на работы художницы Нины Поляковой, которая в конкурсе выставила целую серию работ. Но сейчас я оцениваю, и для этого ролика я взял одну из, с двумя красными псами, с собаками, которые находятся вот в таком вот положении, немножко напоминающем китайский даосский знак и ньянь. Ну, что тут? Тут такая экспрессия, тут такой мощный эмоциональный вызов зрителю. Сочетание вообще красного и черного цвета, это всегда вызывает бурные эмоции, там выброс адреналина, видимо. Ну, работа, мимо которой просто пройти равнодушно невозможно. А что еще нужно от творчества? Равнодушие – это враг творчества, а здесь эмоции, эмоции, хорошая техника. Замечательно. Далее я хотел бы оценить еще работы одной художницы, Алины Комлевой. У нее в конкурсе представлено несколько работ, но для данного ролика я выбрал одну. Почему же я ее выбрал? Потому что она мне напоминает о философии моего учителя, великого чувашского художника Петра Варфоломеича, который говорил о том, что он не изображает какой-то конкретный предмет, какое-то действие, какое-то событие, а он изображает настроение. Он отражает состояние души. Так вот, Алине это удалось, и мы можем взглянуть каким-то даже боковым зрением на работу, и сразу же настроение, вложенное в эту картину художникам, передается и нам. Извините, это может далеко не каждый художник. И поэтому эта работа получила мою очень высокую оценку. Браво, Алина!